Партак, дабы реабилитироваться перед своими болельщиками за досадную осечку в Тюмени, с релью свистка устремился вперед, и первый гол не заставил себя долго ждать. Уже на третьей минуте Оленичев подавал угловой, защитники гостей выбили мяч аккуратно Титова, и тот не оставил седовласому голкиперу черноморцев никаких шансов. Спустя 10 минут красно-белые подарили своим почитателям еще один маленький праздник. Бахарев очень долго не решался вбросить мяч из-за боковой, а когда, наконец, лед тронулся, зрители увидели редкий по красоте гол. Титов в одно касание переправил мяч Кеченову, и форвард москвичей без промедления пробил поворотом, застав врасплох и защитников и вратаря гостей. 2-0. После этого спартаковцы немного ослабили наступательный пыл, и даже дали сопернику провести несколько атак. Однако до перерыва счет так и не изменился. Во втором тайме пошел снег, что, впрочем, нисколько не повлияло на рисунок игры. Москвичи продолжали атаковать, изредка огрызался Черноморец, и на 76-й минуте трехходовка, начатая с глубины поля Горлуховичем и продолженная Оленьевичем и Цимбаларем, завершилась третьим голом в ворота черноморца. Спартак вроде мог бы уже успокоиться, игра сделана, а нет. Как и подобает чемпиону, красно-белые продолжали искать счастье у чужих ворот, и должны были забивать еще. Прекрасную возможность упустил Титов, постоянно держал в напряжении оборону гостей Кеченов. Но в результате чуть не пропустили сами. После удара Майорова со штрафного, мяч задел ногу Ананка и угодил в перекладину. Видимо, ее величеству судьбе было угодно, чтобы Спартак одержал в этот вечер третью крупную победу в сезоне и уже 48-ю за всю историю чемпионатов России.